Друзья, всем привет! Сегодня решил маленько поготовить, поковырялся в морозилке. Обнаружил, что у меня есть запасы печени. Печень в основном от кабана. Как правило, косулячая печень уходит сразу во время охоты, либо прямо в поле мы ее жарим, либо на базе жарим. С косулячей печенью проблем нет, уходит, разлетается просто на раз. А вот кабане всегда остается, потому что кабана надо обязательно проверить на анализы, соответственно, она не идет в обиход сразу, не потребляется. Мы ждем результатов анализа. И она ждет своего часа всегда в морозилке. Ну и почему-то не так она ценится, как косулячая. И всегда она складируется, собирается. И решил из нее приготовить блюдо, которое очень хорошо расходится на охоте. Идет как добавка к бутерброду, скажем так, главный его ингредиент. А именно паштет. Сделаем паштет, сделаем его в автоклаве, чтобы он у нас долго хранился, чтобы можно было брать его с собой. Готовка, конечно, паштета, она более сложная, чем тушенки. Но зато и блюдо необычное. Тушенку делают все, а паштет немногие. Итак, приступим к его изготовлению. Что нам потребуется? Из расчета у нас примерно 1 килограмм печени. Ну тут 950-920 грамм. Соответственно, то, что нам требуется. Это немного моркови. Можно одну большую морковку и одну такую достаточно крупную луковицу. Дальше потребуется сало процентов в районе 20-25. Ну, соответственно, на килограмм 200-250 грамм сала. Либо можно использовать смолец, будет еще вкуснее. Затем масло примерно 180-200 грамм. Сливки, ну и специи. Специи можно взять простые универсальные к мясу. И хорошо сюда идет еще добавляется мускатный орех. Теперь по этапам приготовления. Первое, что нам потребуется, нам надо измельчить наши овощи и порезать мелко сало. Резать можно не сильно мелко, потому что мы будем обжаривать овощи. А затем все это измельчится на блендере. Теперь отправляем наше сало, чтобы оно у нас начало таять на небольшой температуре. В это время подготовим печень. Печень нам надо тоже слегка порезать любыми кусками. Дворительно с печени я снял максимально все, что смог. Все прослойки пленок, различные жилы повырезал. Это делается для того, чтобы наш паштет был максимально нежный. Сало начало у нас выделять жир, много масла. Добавлять наши овощи. Овощи надо нам слегка-слегка обжарить. Специи, чтобы они в жиру у нас раскрывали аромат. И немного подождем. Овощи наши обжарились. Добавлять в нашу печень. Тоже слегка ее обжарим. Буквально 3-5 минут. Для того, чтобы печень не была сухая, добавляем сливочное масло. И ждем, пока оно растворится. Как только растворится, в принципе, у нас будет готов первый этап нашей работы. Все у нас готово. Первый этап. Печень обжарена. Овощи обжарены. Масло растворилось. Пересыпаем это в емкость. Хорошенько перемолоть. Можно это сделать блендером, можно это сделать в миксере, кому как удобно. Главное максимально все это растворить. Если у нас будет это густоватое, мы добавляем сливки. Сейчас начнем все это перемалывать и посмотрим, что у нас выйдет. Добавим сливок все-таки. Грамм 150. Он вообще воздушный, восхитительный. И для того, чтобы он у нас хранился долго, можно, конечно, все это доготовить до готовности. Допустим, еще прожарить там в районе получаса и хранить в холодильнике. Для долгого хранения мы будем закатывать их в баночки и стерилизовать в автоклаве. Автоклав Малиновка. Выставим здесь определенную программу. Не как обычно 120 градусов, там 40 минут. Паштет у нас уже полуготовый, соответственно, его не надо настолько жарить. И по времени, соответственно, можно убавить. Но мы сделаем время. Мы установим 40 минут, а температуру мы немного понизим. Температура готовности у нас будет в районе 114 градусов. Соответственно, сейчас мы закладываем наш паштет в баночки. Конечно, для них, для паштета я бы использовал баночки совсем небольшие. Вот эти 0,35. Но это так на хорошую компанию, скажем так. А для домашнего использования, либо если вы индивидуально это все заготавливаете для себя, то я думаю, баночки бы там 0,2 были бы идеальны для этого продукта. Итого у нас получилось 5 наших баночек, 5 заготовочек. Готовить будем на режиме пар, чтобы долго нам не ждать результат, не ждать готовки. Налили воды, примерно литра полтора. Загрузили наши баночки. Поставили крышку и закрываем. Все здесь у нас. Все готово, сейчас настраиваем нашу программу. Выберем в нашем автоклаве готовую программу 45 минут, 115 градусов, именно паштет. Вставьте шплин в сброс воздуха, чтобы выгнать пар. И окей. Все, приготовление у нас началось. Все, приготовился наш паштетик. Баночки готовы, уже остыли. Конечно, лучше бы подождать 2-3 дня, чтобы оно там все как следует сконцентрировалось. Автоклав отработал. Давайте сейчас попробуем. Самое лучшее блюдо. Это у нас простой белый батон. Обжарил его на сковородке. Взял чесночка, чтобы его помазать. Сделаем супер бутеры. У них есть такая получилась сверху прослоечка жира, чтобы он не подстывал. Паштетик наш. Но в любом случае будем пробовать. Пахнет свежей такой печеночкой. Прекрасный цвет. И хорошая консистенция. Так, отведаем. Прекрасный насыщенный паштет. Очень сконцентрированный вкус печени. Но она безумно нежная. Она прям тает. Нету ни намека на сухость. Мне понравилось. Все. Готовые баночки. Эти у нас будут на хранение. Это у нас закроется. Будет потребляться сейчас в холодильнике. Вот такой рецепт. Кто делает паштет, напишите свои рецепты. Был бы очень признательный. На этом все. Спасибо всем, кто смотрел. Ссылки на автоклав будут, как всегда, внизу под видео. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok